я сегодня поздняя птичка сейчас уже восемь тридцать вообще встала в шесть но кофе буду заваривать сегодня позже ну так у меня получилось не хотелось но на столе как всегда не углевод у меня нет белково-жировая субстанция у меня творожок но бутики малыши надоедают каждый день правда творожок не более жирный домашний творожок белок молочный жиры молочные еще мне жиры растительного происхождения вот маслинки до ферментированный продукт да да маслины у меня вялены это ферментированный продукт я напоминаю утром инсулин не не такой быстрый не шустрый и пиковое значение утречком отводится такому гормону как кортизол который вырабатывают наши надпочечники именно кортизол будет нас утречком именно кортизол должен обеспечить нам работоспособность а кортизол и инсулин это гормоны антагонисты и когда уровень инсулина допустим повышается люди каши с утра банана изюм да мед то кортизол падает поэтому углеводный завтрак сладенький это только имитация всплеска энергии вас надолго не хватит что с утра вообще нужно да для наших надпочечников потому что надпочечники любят свой продукт у них есть свой любимый продукт угадайте что любят надпочечники думайте а что нравится нашим надпочечникам в первую очередь это соль вот тогда будет хороший уровень кортизола нормальный уровень это соль можно включать маслинки оливки свой рацион можно с утра есть кислую капусту тоже соль как бы имеется до любая икра селедочка с утра хорошо надпочечники любят не только соль а еще и белок и животный и растительный я только напомнила мои хорошие это хорошее насыщение как обеспечить более высокий уровень насыщения думаю белково-жировая субстанция только яйца хорошо утром не забывайте какие-то ореховые урбичи только не переборщить помните человек ел урбич из семени льна не переборщить всего в меру ну все я приступаю к такой вкусной трапезе творог у меня и маслины ну то есть соленая еда да да я в мартена в мартена сейчас буду готовить вкусненько сладенько 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 у меня это бывает крайне редко люди я стараюсь не нарываться и советую всем всем кто хочет по стране то вы должны съесть лучше творог чем запеканку лучше цельный творог хорошего качества жирный с йогуртом сметанкой чем сырнички будете есть с изюмом да но иногда нам хочется чего-то да я вообще по акциям я ж по акциям все знают да я закажу форум смотрю бананы вот такая упаковочка в целлофанчике да 21 гривна три банана думаю ну ладно акция берем не глядя берем не глядя взяла три банана ну конкретно я поняла я хочу приготовить такой тортик я никого не удивлю я не буду рассказывать рецепт нет не буду я кстати в турции готовил этот тортик я оставлю ссылочку в комментариях кто хочет посмотрите ну посмотрите виды турции там красиво еще да посмотрите турецких собачек как они лежат такие ухоженные упитанные каких людей кормят собачка спит подходит женщина положила кусочки колбаски собачка спит не реагирует поднос положила поднос собачки с маленьким ребенком посмотрите на турецких собачек как люди кормят животных какие собачки не набрасываются на людей посмотрите виды турции кстати мне писали там не соскучились за турцией так ей те сейчас же можно везде поехать отдыхать отдыхать дети классно конечно поете так вот что хочу дальше сказать вкусном десерте да значит ну все же говорят вот бананы это попитание если приготовим то из бананчиков это же полезно это магний это не сахар нет это не сахар это по огонь и оказывается магния да это не сахар и никто никто не говорит из этих которые готовят пп питание что гликемический индекс банана это гликемический индекс сахара аж 65 за шкал просто за шкал 65 вы съедаете один средний банан вы съедаете в переводе на сахар 3 чайные ложки сахара понятно да один бананчик лежит женщина возрастная довольно возрастная бабушка своим внукам в больнице операция была с глазами у человека катаракта что-то такое лежит значит там соседка пациентка она сама медик и она наблюдает такую сценку бабки приходят бабушками приходят там человеку за 80 внуки и приносят своей бабушке бананы а это человек говорит аначе вы бабусе принесли бананы у нее цукор сегодня сахар по крови одиннадцать зачем вы бабушке принесли бананы у нее сахар одиннадцать это ж чистый сахар ну и что они мягкие это полезно пусть есть бананчики то есть в больницу сейчас все поголовно несут бананы все 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 я видела сценки когда подбирают выбирают бананы вот хорошая ветка но мне надо в больницу я беру вот эту подороже она такая желтая в больницу берут бананы какое здоровье даст банан это сахар вот это воспалительный процесс человек съедает в больнице банан чистит сахар и получает воспалительный процесс ну кто-то скажет а как это таня ты не права ну как это банан воспалительный процесс но это сахар в кровь попадает что сахар значит Значит, глюкоза находится где? В мышцах. Мы должны сразу эту энергию, эту глюкозу отработать, отработать. Если вы не отработали глюкозу, то обязательно на нее приходит что? Что-то плохое, воспалительный процесс. Условно микропатогенный организм. Какие-то грибы, ну то есть все сволочи любят сладкое. Вот эту энергию нужно отрабатывать. Если вы не отрабатываете, сидите дома, значит, вам вот эти продукты есть нельзя. Это чистый сахар. Гликемический индекс 65. Сейчас в Ютубе такого можно наслышаться. Увидеть такое можно. ПП питание. Слушайте сюда, люди. Слушайте сюда, как говорят у нас в Одессе. Значит, только кукурузный крахмал используем. Да вы хоть гугли посмотрите. Гликемический индекс подъема сахара в крови 60, 72, то есть 72 или 75. Потом так. Готовим по питанию. Вот выпечка 200 грамм рисовой муки. Рисовой. Нету глютена. Глютен очень вредно. Гликемический индекс гараж. Аж 95 рисовой муки. То есть вы наедаете себе такое заболевание, как диабет. Вы уходите от глютена, который не страшен здоровому человеку, да? Но вы наедаете диабет. Высокий гликемический индекс. Если белый сахар имеет 65 гликемический индекс, то рисовая мука аж 95. Шелуха снята, а внутри один крахмал. Вот это попытание. А нагрузка у рисовой муки аж 75 за шкал. Вы вообще представляете? Поэтому фильтруйте информацию в ю-тью-бе. Рисовая мука. Это диабет. Тире. Диабет. Ешьте, ешьте. Кто там обожает попытание, да? Но мы, конечно, вот этот сахар сейчас будем убирать. Убирать. Я сейчас разверну камеру, мои хорошие. И покажу, чем мы будем убирать вот этот сахар. Гликемический индекс бананчика, да? Ну, я думаю, вы сразу все не будете съедать этот тортик, потому что вам дома помогут. И вам просто не хватит большой кусок. Тому кусочек, тому кусочек, тому кусочек, да? То есть нормально. Иногда можем себя побаловать. Но делаем все красиво. Красиво, значит, правильно. Красиво это не украшать розочками шоколадом. А красиво делаем правильно, чтобы мы могли есть. Значит так, сейчас будем блокировать с вами вот этот сахар. Продукты на столе. Первый шаг. С чего начинаем готовить, а? Правильно. Нужно включить духовочку. На 180 градусов. Включили. Дальше что делаем? Нужно приготовить форму. А именно, не только достать. Нужно смазать форму. Я смажу всегда силиконовую форму. Кто-то скажет, ну это же силикон, у меня хорошего качества. Я обязательно должна смазать силиконовую форму. Любым жиром. Ну, на данный момент у меня сливочное масло. У кого-то растительное масло. Любую форму я должна смазать. Даже пергаментную бумагу. Я всегда. Я не рискую. Нет. Я видела видео. Известный человек, довольно известный, готовил в силиконовой форме с дыркой кекс. Человек так старался. Потратил продукты, сухофрукты, взбитые белки. Так все было красиво. Кекс остыл. А с формы часть не вылетела. А была силиконовая форма. Понятно, да? Поэтому я не рискую, нет. Я всегда смажу, труда не будет. Труда не будет смазать формочку. Это надежно. Ну, и пергаментный листочек, даже очень хорошего качества, я все равно смажу. Но это мое лично. Значит, я готовлю формочку, смазываю сливочным маслом. Так, дальше будем готовить тесто, да? Ну, понятное дело, блендер. Люди, сейчас так легко? Сейчас так легко? Вот говорят, тортик, да, пирог, пирог вернее, да, крамбл. Торт английских ленивых хозяек, да? Да сейчас у нас все ленивое. У нас такие рецепты точно для лыдачих, для ленивых. Блендер ничего не месяца руками. Это же не вареники, правда? И не пироги, не дрожжевое тесто. Да вообще, все взбивается блендером. Только стоит ножиком порезать. Бац, 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 яйца туда, бац, вообще ничего не делаем. Вообще, легкотня. Сейчас все для ленивых, это точно. Так, значит, ну и конкретно вот я подхожу к отрубям, да? Что мы должны сделать? Мы должны понизить гликемический индекс вот этих бананов. Чем? Отрубями. Люди, я не видела, допустим, эти рецепты с отрубями. Это я сама уже добавляю от себя, да? Отруби. Во-первых, отруби что? Они даже блокируют усвоение углевода. Они занижают усвоение углевода. А углевод у нас – бананчик, чистый сахар. Отруби понижают гликемический индекс любого продукта, любого, который будет находиться рядом с отрубями. Конкретно банан, чистый сахар будет находиться с отрубями. Значит, гликемический индекс бананов будет ниже. По любому целлюлоза нерастворимая клетчатка понижает гликемический индекс. Это хорошо, правда? Ой, это прекрасно, люди. Я использую, где могу, отруби. Это хорошо. Потом не забываем, это польза для наших очень хороших бактерий. Вкусная еда. Конкретно целлюлоза нерастворимая клетчатка. И растворимая в том числе. Дальше идем, дальше идем. Что у меня еще? О, кокосовая стружечка, кокосовая стружка. Не забываем, я уже тысячу раз рассказывал, еще напомню. Кокосовая стружка. Значит, в продуктах из кокоса находится такая вот, такая вот, растакая каприловая кислота, которая сдерживает, представляете, сдерживает рост условно микропатогенных организмов. Различных грибов. То, что нам нужно, люди, а вот это сахар. А каприловая кислота будет сдерживать рост грибов и различных плохих организмов, которые отвечают за тягу к сладенькому. Вы представляете, какая польза каприловой кислоты, которая находится в кокосовой стружке. Поэтому кокосовой стружки у меня много всегда. Это не так. Я вот увидела бананы, купила и купила кокосовую стружку. У меня пакеты кокосовой стружки всегда в доме есть. Я добавлю везде кокосовую стружку, если выпекаю. Часто, кстати, даже не показываю уже. Ну, то есть, это полезно. Каприловая кислота. Вот эту информацию я никогда, никогда, никогда не слышала. Ни от одного диетолога за каприловую кислоту, ни от одного сертифицированного. Если я услышу, то это только после меня. О, наконец-то, услышали меня, потом советуют. Так, и об этом я уже говорила о каприловой кислоте очень-очень давно. Очень давно. Поэтому используем выпечку, кокосовую стружку. Используем обязательно отруби, любые у кого какие есть. Но самые вкусные для меня отруби овсяные. Они такие нежные, такие нежные, как самая-самая нежная вот эта овсяная крупа. Так, ну, это полезные продукты. Чем еще мы можем понизить гликемический индекс? Да, кстати, кокосовая стружка, это же клетчатка. Это клетчатка. Впитывает довольно хорошо влагу. Поэтому за этим смотрите. Впитывает хорошо влагу клетчатка. А нам нужна клетчатка. Клетчатка понижает гликемический индекс. Отлично. Так, что дальше идем? Идем дальше, то есть, что дальше у нас? У нас дальше творог. Ну и что, что творог, Танечка, да? Творог. А что творог, тоже понижает гликемический индекс? Конечно, конечно, вот этот казеин, казеин, да? Концентрат белка творог. Творог понижает, то есть, белок, белок, это же концентрат белка. Белок понижает гликемический индекс вот этих бананов. Правда, хорошо? Да еще жирный творог, белок такой, знаете, очень вкусный, молочный, понижает гликемический индекс бананов и белок, и жир. У нас белок еще где? В яйцах. Лучшая форма белка – это белок яйца. Жиры. Но только обязательно жирами. Жир тоже понижает гликемический индекс. Вот, пожалуйста. Инсулин не в таком количестве будет выделяться. Так, про между прочим. Если едите мясо, то начинайте есть жирного кусочка. Жирного кусочка. Как бы будет блокировочка даже инсулина. Ну, приблизительно, плюс-минус так. Ну, кажется, все, да? Ну, какао само собой мне нужно, там, буквально по вкусу. У меня будет десертная ложка, может быть, даже. Йогурт я добавлю. То-то сметанку добавит. То-то растопит грамм 30 сливочного масла. Тоже можно добавить в тесто в это, банановое тесто, да? Кто хочет, посмотрите на прокруточки видео. Я оставлю ссылочку в комментариях. Так, все, готовим, готовим не только вкусно, но правильно. За счет отрубей, за счет кокосовой стружки, за счет творога. Творог тоже добавила, добавляю сама. Не видела по рецепту творог. Это я сама. Ну, держим вес, худим с умом, конечно. У меня, как всегда, небольшая ремарочка. Я сказала, белок вместе с жирами. Я имела в виду, жиры – это желток. Природный жир – желток. Инсулин выделяется больше на постный белок, чем на белок жира. Напомнила, да? Значит, жир – это желток. Ну, и, конечно, я еще добавлю разрыхлитель, как обычно. Все, я приступаю к приятной работе. В банановую смесь я добавила 3 столовые ложки отрубей. Походу, посмотрю, добавить, не добавить, посмотрю. Разрыхлитель 10 грамм. И 3 столовые ложки йогурта. У меня 10% йогурт. Можно сметанки добавить. Можно растопить сливочное масло. Это вам решать. 12.45. Отруби минут 10 будут расходиться. А у меня еда. Первый прием пищи. Каша из-за трубей. Пожалуйста, люди. Творог сверху. У меня и отруби, и семя льна, и кунжутка, клетчатка. Залила все ряженкой. 4%. Творог домашний, сельский. Ну, и украшу, конечно, ягодками из морозильной камеры. Вишня и ежда. Есть тортик Анна Павлова, да, с фруктами безе. А у меня моя каша, я называю, ну, просто десерт Анна Павлова. Правда? Кстати, у меня на канале есть торт Анна Павлова. Я готовила. Я оставлю ссылку в комментариях. Посмотрите. Кто хочет, готовьте. Готовится очень просто, легко. Кто со мной? Всем приятного, вкусного, сытного похудения. Прошло 15 минут. Пирог поднялся. Банановый пирог я забрала уже с балкончика. Я сначала поставила в форме на балкон, потом перевернула. Легко очень вышел с формы на досточку. И вот, пожалуйста, довольно высокий банановый вкусный пирог. Смотрите. В виде ромашечки у меня форма. Да, не имеет значения, любая форма, но получится очень красиво. Можно, конечно, сверху покрыть глазурью какао, сливочное масло, молочко. Можно растопить шоколад и покрыть поверхность пирога. Но для меня уже, честно скажу, это извращение. Хотелось попроще, люди попроще. У меня сверху просто йогурт. Кто-то даже йогурт не будет класть. В чашку может налить себе кефир, ряженку, допустим, так. Ну, кто-то с чаем, кто-то с кофе, пожалуйста. Мне вкусно вот конкретно вот такое исполнение. Сейчас попробую, беру вилочку. Вот у меня вилочка. Сейчас я попробую, вам все расскажу. Так, захвачу йогурта немножко. Видите, какой нежный, люди, какой нежный вот этот пирог, смотрите. Брауни, просто брауни. Будем даже так считать. Жевать не нужно зубками, люди. Тает во рту. Тает во рту. Жевать не нужно. Если сверху будет шоколад, это просто брауни. Это однозначно. Но я не захотела шоколад. Ну что, готовьте. Всем понравится. И у всех получится банановый пирог. Вот сейчас у нас 17.00, то есть 5 часов вечера. А вот у меня еда. Пицца из цветной капусты с тунцом. Вот тунец, кусочки просматриваются, да. Сыр и маслины. Больше у меня ничего нету. И немножко майонеза еще, люди. Даже майонез есть. Вот, пожалуйста. Вот, 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 вот. Пицца из цветной капусты. Я добавилась в коробочки еще. Насыпала так, на глаз. Отрубей. Постояла эта смесь у меня. Два яйца. Цветная капусточка. Заморозки, кстати, натертые. И отруби буквально 10 минут. Отруби немножко разошлись. Я все тесто на сковородку. Через минут 5-10 на обратную сторону. Вот такой большой блин. И вот такая красота украсила. Украшайте под себя. У кого-то грибочки, у кого-то мясо, у кого-то тунец. Люди, обалдеть, да. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите. Классно, да. Как мне нравится процесс удержания веса и похудения. Красота. Пицца. Еда бедных. Что есть в доме? Кто со мной? Всем сытного, вкусного, приятного похудения. Мои хорошие. Ем, насыщаюсь вкусной едой, полезной едой. Если меня спросят, Таня, сколько ты съешь? Конечно, всю пиццу. Вкуснятина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова